Почему мы должны платить? Карагандинцы начали активно интересоваться в законности заключения договоров на обслуживание газового оборудования. Кому и зачем будут уходить деньги и почему с горожан требуют разные суммы? Ирина Вобещевич искала ответы. На сегодняшний день стадия подключения уже как бы близится к завершению. Должны прийти сделать врезку, то есть уже установлено оборудование, уже трубопроводы все проведены. Александр живет в районе санатория «Березка» в частном доме. Сейчас компания завершает работы в его доме по установке газового оборудования. Деньги он уже оплатил за работу и тут его в последний момент ошарашили, что нужно будет теперь еще ежегодно платить за обслуживание. Подрядчики об этом не сообщали заранее, не говорили, что будет производиться вот эта вот оплата. Ну вот такой, скажем, фактор достаточно неожиданный и неприятный для рядового потребителя. Сколько вам надо будет? Сумма оплаты 24 тысячи. Это будет за годовое обслуживание котла. И таких жителей, которые неожиданно узнали о необходимости ежегодно платить и усомнившихся в законности договоров в последнее время все больше. Люди остерегаются, чтобы не вышло такой же коллизии, как с оплатой за домофон. Согласно закону о газе и газоснабжении, потребитель обязан заключить договор с организацией специализирующей, которая производит техобслуживание, которое имеет аттестат согласно промышленной безопасности. И потребитель обязан заключить договор. После подключения к газоснабжению потребитель должен самостоятельно выбирать подрядную организацию к обслуживанию. А их достаточно много в городе, говорят, в производственном филиале АО «Каз-Трансгаз-Аймак». Без договора обслуживания газ просто-напросто не подключат. Жилищные инспекции Караганды подтвердили, согласно пункту 5 статьи 19 закона о газе и газоснабжении, запрещается эксплуатация газопотребляющих систем и газового оборудования коммунально-бытовых и бытовых потребителей без заключения договора на их техническое обслуживание. Каждые шесть месяцев производится техобслуживание. В техобслуживание входит осмотр всего оборудования, также дымохода и вентиляционных каналов. Помимо этого, обслуживающая компания должна будет выезжать по вызову абонента в случае каких-либо возникающих вопросов. Вот этот рынок по техобслуживанию и строительно-монтажных работ нашей организации не относится. Это свободный рынок. Недавно мы собирали с подрядными организациями, которые производят техническое обслуживание внутри домового газового оборудования, а также государственными уполномочными органами, то есть жилищные инспекции. То есть подрядчикам дали разъяснение, чтобы они проводили в том числе и информационную работу с населением, дабы не возникло недопонимания такого, как на этот раз. Кстати, у всех компаний свои тарифы на обслуживание, и в среднем сумма составляет 25 тысяч тенге в год. Каждый может выбрать для себя ту компанию, у которой условия более приемлемые и привлекательные.